Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня, как и всегда в это время, мы говорим о текущей ситуации на мировых финансовых площадках. Мы с вами обсуждаем некие инвестиционные идеи и даем прогнозы. Прогнозы сегодня будут. Прогнозов сегодня много. По крайней мере, мне пообещали. Пообещали мои сегодняшние гости. Итак, представляю. Сегодня в гостях Михаил Федоров, аналитик Vector Securities. Добрый вечер, Миша. Здравствуйте. И Алексей Рыбаков, управляющий активной инвестиционной компанией Trade Portal. Добрый вечер. Добрый вечер. Замечательно. Я рад вас видеть. Еще раз повторю это. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон в студии. Звоните. У нас есть такой 6510-99,6. Код Москвы 495. 6510-99,6. Это телефон прямого эфира. И есть адрес компании финам.фм. Заходите на него и, собственно, давайте свои комментарии. Ну или задавайте вопросы, как вам будет интереснее. Мы на них, естественно, обязательно ответим. Ну и традиционно 1804 в Москве. Рисую картину маслом, что происходит на основных финансовых рынках. Начнем с рынка отечественного. Он сегодня явно настроен на коррекцию. По крайней мере, в первой половине дня. Сейчас вот Миша спросил как раз, как ведет себя индекс РТС. Действительно, он немножко отскакивает. Поэтому на 1804 мы видим следующие результаты. Минус полпроцента теряет РТС. 1568 в моменте. Минус одну десятую процента теряет ММВБ. 1513 его текущая котировка. Значит, и азиаты, и, собственно, европейцы сегодня тоже показывают отрицательную динамику. Но, может быть, менее, менее. Хотя нет, вот я смотрю, Nikkei сегодня закрылся 2,5 процента. Потерял индекс Nikkei 225. Dow Jones и S&P 500. Вчерашнюю торговую сессию закончили, ну, в небольшом плюсе. Dow Jones прибавил 0,2, S&P 500 и 0,1 процента. Но на графиках выглядит все так достаточно серьезно, я имею в виду. Все стоим вот прям на грани. Стоим на грани. Посмотрим, как поведут они себя сегодня. Потому что много, ну, достаточное количество событий сегодня было. С точки зрения статистики, с точки зрения выступления различных важных дядек. Вот, об этом мы тоже сегодня скажем, наверное, два слова. Смотрим на сырьевые рынки и на Форекс. Нефть марки Brent ниже 110, 109,85. Немножко она приседает. Золото, 1678 в моменте. И индикатор валютного рынка 1,3280. Хотя сегодня мы видели более глубокую коррекцию, более глубокое движение вниз. Но сейчас тоже немножко отскакивает эта валютная пара. Основной набор голубых фишек сегодня, как в таких случаях говорят, разнонаправленно торгуется. Это действительно так. Аэрофлот, в частности, теряет 2%, а Русгиро приваляет 2,5%. Все остальные вяло-вяло. Ну, АвтоВАЗ, может быть, еще стоит отметить. Он в минусе на 1,2%. В общем, жизнь продолжается, как с отрадою говорю я в таких случаях. Жизнь продолжается. Рынки движутся, цены меняются. И у нас все время есть возможность с вами воспользоваться этими самыми изменениями. Главное, надо знать, чем воспользоваться и в какой момент. Вот об этом мы сегодня и говорим. Итак, инвестиционные идеи на российском рынке акций. Давайте мы до российского рынка дойдем чуть позже. Сначала мне бы хотелось услышать, Миш, мне хотелось услышать вот что. Сегодня были заявления от глав, от руководителей Европейского центрального банка. Во-первых, господин Юнкер посетовал на слишком крепкую евро против доллара. После чего мы увидели как раз движение в район 32 фигуры. А потом один из вице-президентов, господин Новотный, сказал, что, ребят, ребят, спокойно. Все нормально, сейчас не время валютных войн. И евро начинает восстанавливаться. Вот подобное, я сейчас так сформулирую вопрос, подобное, подобное резкое что-то, да, резкая реакция на, ну, на самом деле не такие уж и принципиальные заявления. Это что, это опять нервы на рынке, это что? Ну, рынок сейчас вообще достаточно сложный, поэтому он иногда реагирует, очень бурно, иногда не реагирует просто. И ни на что. Да, может диаметрально противоположно пойти. Просто у меня лично складывается впечатление, что сейчас идет какая-то большая игра, своя. Своя где? Где? Ну, не знаю, возможно, крупнейшие банки там играют в свою игру, да, то есть никому не оглашая то, что они делают. Вот, условно говоря, я вот вижу, что движение капитала в последние полгода достаточно странное. Да, вот, ну, мы видим отток капитала из Соединенных Штатов, к примеру, резкий рост там депозитов в американской банковской системе, да. Тот же российский рынок облигаций очень хорошо себя чувствовал, да, то есть, соответственно, я вижу, что просто выходят деньги из доллара. Из доллара? Из Америки, скажем. Из доллара из Америки. Это все результат чего? То, что они не могут договориться по фискал-клиф, они там, да? В принципе, косвенно это говорит о том, что впереди, возможно, грядут достаточно большие проблемы, там, баталии, да, по долгу США, да, возможно, понижение рейтинга с самих Соединенных Штатов, да. И европейская игра, да, вот в данном случае, то, что наводный юнкер говорят, их тоже достаточно, ну, я не совсем понял пока, как бы, вот, всю эту привязку инвестиционную, да, почему они... Зачем они это, да? Да, для чего это делается? Зачем они это затеяли? Можно было бы и без этого обойтись, тем более, что это очевидно все. Ну, да, 1,33, это высоковато, наверное, для экономики, которая в рецессии находится. Давай, Леша, что-то пойдет. Есть у меня что сказать. Давай. Тут недавно смотрел как раз графики индекса доллара, сравнивал его со всеми основными валютами торговыми. Есть очень интересная картина. После того, как у нас началась так называемая согласованная эмиссия от Центральных Банков, когда начали спасать все и всех, очень интересно посмотреть на историческую волатильность. Леша, извини, пожалуйста, а вот когда ты назвал бы дату, ну, не дату, точнее, а когда это началось? Это... Середина 2011 года, когда у нас начались все эти проблемы с еврозоной, когда начали искать определенные сдвижки, когда США со своими количественными смягчениями. Вот. И если посмотреть график движения основных валют индекса доллара за последние два года, то можно, скажем так, я не игрок в теорию конспираций, но посмотреть, что волатильность убили просто. То есть у нас, посмотрите на движение пары евро-доллар, 1.36, 1.20. Если возьмем среднюю, 1.27, и так два года. Если перенести на другие валюты, как раз из-за того, что банки сейчас, образно говоря, спасают свои экономики, назовем это так. Да, Леша показывает кавычки, просто не видит это. Кавычки, да, кавычки сейчас открываются, банки спасают свои экономики, спасают свои финансовые институты, как раз из-за этого есть у меня такая теория о том, что волатильность сбивается именно теми способами. То есть какие у нас действия происходили? ФРС, пауза, ЕЦБ, пауза, ФРС, пауза. И вот так вот сейчас происходит, и вот как раз у ЕЦБ вчера выходили данные по инфляции, и сегодня выходили инфляции. Я думаю, что в марте-апреле ЕЦБ будет делать еще одну попытку для того, чтобы, кавычки сейчас закрою, восстановить доверие к экономике, и чтобы экономика еврозоны заработала. Я думаю, что они снизят ставку ключевую. Март-апрель. Вот пока у меня мысли такие, потому что инфляцию, которую дают нам статистические органы, ну я не знаю, как она такая получается, ну не знаю, скажу честно. Учитывая все, что происходит, да, финансовые системы, да. Ну вот как раз, если мы берем движение капитала, с которым я полностью могу согласиться, то вот как раз здесь еще вот, так ну давайте попробуем его назвать так, ну некая такая согласованная эмиссия, когда центральные банки поддерживают друг друга и делают так, чтобы не было больно экспортерам и импортерам, чтобы все чувствовали себя прекрасно. Один за всех, все за одного. Ну смотри, я, во-первых, соглашусь с тобой, во-вторых, это не совсем уж и теория заговора, да, вполне реально представить, что так оно и происходит. Заговоры это вообще относительное понятие, да, кто против кого, что называется. Мы можем сделать, скажем так, заговор, три банка могут сделать, да, свой маленький заговор, и он и будет заговором действительно, да. Я не являюсь, допустим, сторонником всеобщего заговора, да, но в определенной степени было бы, конечно, глупо думать о том, что люди, обладающие силой и властью, не будут ей пользоваться. Конечно, конечно. Ну в какой-то степени, просто нет ни у кого монополии. Конечно, я согласен, абсолютно согласен. Кстати, с этой точки зрения, ну ладно, не буду я отвлекаться, я хотел вспомнить вот недавний локаут в НХЛ, да, после того, как ребята сюда приехали играть, а потом быстренько там все, и они туда. И, по-моему, Фетисов говорил по этому поводу, ну и что там, да, кому это интересно, да, вот, какое-то лицо выдерживать, да, что так нельзя, так не принято. Есть одна простая, одна точнее задача, да, надо заработать денег. Вот если это выгодно, все поехали, все сделали так, если это не выгодно, все сделали так. И я думаю, что даже вот, если говорить о теории загоров, там решается... Логика у всех одна. Да, логика у всех одна. Если сейчас надо сделать это, чтобы заработать денег, значит все будут делать это, и ничего тут, ничего в этом особенного нет. Кстати, я хочу напомнить, что начиная с сегодняшнего дня у нас будет, ну не у нас будет, да, мы будем наблюдать за серией отчетностей американских, крупнейших американских компаний. Сейчас сегодня начинают отчет крупнейшие банки, и не исключено как раз по результатам этой отчетности, дальнейшие движения мы с вами будем наблюдать. Хотя не иссякает, естественно, и некая, ну давайте, неопределенность все-таки, наверное, больше, больше, хотя вы можете меня поправить. Неопределенность по поводу того, что остается открытым, да, проблема фискального обрыва, конец февраля, начало марта, это патолог государственного долга, которые вынуждены будут, да, эту проблему решать, уже и Бернанкин говорил об этом всенародно, что называется. Еще есть два маленьких риска, которые пока еще в СМИ не прошли, это Кипр. Ну нет, в СМИ говорят о Кипре, уже просто не обращают внимания. Реакции пока нету, но Греция тоже начиналась, Испания не Греция, вы помните, два года назад, 2010 год. Я понял, Леша, смотри, мы сейчас слушаем. Итак, продолжаем наш сегодняшний эфир, традиционно обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках, и в том числе на российском рынке акций, озвучиваем инвестиционные идеи. Ну, в общем, живем обычной деловой жизнью. Сегодня в гостях, напомню, Михаил Федоров, аналитик Вектор Секьюритис и Алексей Рыбаков, управляющий активом инвестиционной компании Трейд Портал. Значит, мы ушли на новости, обсуждая некую глобальную ситуацию на финансовых площадках, и вот Леша, как традиционно, принес нам две неожиданные новости. Ну, такие, да. Смотрите, я продолжу. Безусловно, сейчас все фондовые товарные рынки показывают, и долговые показывают то, что рынок, безусловно, бычий, сентимент бычий, но как раз важны те новости, которые постепенно просачиваются, и тот сентимент, который постепенно, по моему мнению, меняется. Глобальные риски, на самом деле, никуда не ушли, они их просто потихоньку сдвигают, проходят годы, но по факту ничего никуда не теряется. И вот как раз, кроме Америки, есть еще и Китай, если посмотреть независимые отчеты статистических данных Китая, ну, мне эти данные не особо нравятся, а все ставку делают на Китай. А Кипр это всего лишь то, с чего можно, скажем так, сделать такой маленький такой черный лебедь, когда ты просыпаешь с утра, Азия в минус три торгуется, и нефть в минус два, и ты думаешь, а что такое-то? А там фич понизил рейтинг Кипру до уровня дефолтового. Ты думаешь, ё-моё, а у меня там лонг, например, стоит. Поэтому, безусловно, в глобальной точке зрения на Кипр можно просто не смотреть, потому что, в конце концов, есть Россия, и ее интересы там. Выдадут кредит, скажут, что это будет экономически обоснованно, и все будет хорошо. Но с точки зрения именно фона и именно сантиметра, сантиметра, который можно развернуть рынки постепенно, Кипр это как раз тот инструментик, который можно использовать. Вы помните 2010 год? Греция, все будет хорошо. Испания не Греция, Италия не Греция, и все это мы проходили. Поэтому, а почему бы рынком не пройти через Кипр, как вариант? Я с тобой соглашусь, тем не менее, ты начал с того, что в СМИ нет информации, особой информации по поводу того, как ситуация на Кипре решается. Ну, в СМИ есть информация, а рынок не реагирует на это. Ее не педалируют, но рынок бычий. Я говорю, что вот как раз такие новости, они важны именно для смены какой-то тенденции глобальной. Поэтому вот я в конце, делая 2012 года отчет на этот год, я написал, что год будет очень похож на 2012, очень сложный, очень волатильный, много новостей, постоянно нужно будет следить за рынком и нужно быть в теме. И вот просто вот зайти в пояс, ну вот смотрите, очень хороший был 2012 год именно с точки зрения того, когда мы росли. В июне на Китае через ГЭП, ФРС США в сентябре через ГЭП и после Нового года опять же через ГЭП. Что происходило после нового ГЭПа? Мы три дня консолидировались и потом закрывали. Поэтому вот пока рынок бычий, но нужно быть очень внимательным. Кстати вот, ну опять, да, ментальная связь присутствует с нашими слушателями. Вот Андрей сразу же вдогонку, ты начал о Кипре, и он пишет, за Кипр коротко. Я первые звоночки в октябре 2012 года уже видел, небольшие, но были, это вот в отношении Кипра. Ну надо согласиться, действительно, эта тема поднималась еще в осенью прошлого года. И, кстати, вот, Леша, замечательную фразу произнес, интересы России, да, ну, видимо, там присутствуют, и проблема Кипра может быть решена, ну, как минимум, да, на какое-то время. Не, ну, проблема Кипра решить можно, там экономика маленькая, да, и тот же фонд стабильности, он может перекрыть вообще полностью, вообще все. Да, да. То есть тут вопрос желания стоит, да, и вопрос, как те, кто стоит у руля, захотят куда повернуть. Если они захотят, они спасут, не захотят, не спасут. В зависимости от того, что им нужно в текущий момент. Согласен. Давайте продолжим. Вот, Леша еще одну, на мой взгляд, очень интересную тему затронул, это тема Китая. Очевидно, да, что во многом мы смотрим на эту крупную экономику в плане надежды на то, что Китай-то уже присел, да, он уже, так сказать, выходит из рецессии, если она и была, или как минимум отбивается от некого дна, потому что и статистика последняя, она об этом говорит. Насколько, насколько, да, убедительно эти показатели, насколько вот эта надежда на то, что Китай вытянет за уши всех остальных, она... Не хочу, конечно, чтобы мне сейчас погладили по голове, но помните, в сентябре на эфире я говорил, что будут предприняты две меры, которые они будут пытаться, инфраструктурные проекты. Власть сменилась, в конце года сделали 600 миллиардов. И второе, доступ иностранных инвесторов на рынок. Опять же, мы это увидели вот сейчас на этих новостях, китайский рынок так отрастает. Поэтому, безусловно, сейчас, когда нет триггеров для роста, когда еврозона 2013 год можно просто вычеркнуть в США, ну, как смотреть на статистику? Кстати, последнее заявление Драги, да, вот, после... на прошлой неделе, после заседания. Все-таки они выглядели так достаточно оптимистично. Он уже рассказывал о том, что и, значит, рецессия может быть пройдена к концу года, что мы смотрим, так сказать. Ну, и год назад, а так же и оптимистически говорилось. Ну, и плюс есть такая информация, что Драги-то с прошлого года лонгами закупался по евро. Поэтому его нужно говорить. Ну, это у тебя какая-то... Как шучу, а то это шутка. Я понял, извини, вас. Ну, нет, конечно, шутка. Он чиновник, он не может говорить по-другому. Вот, я как раз, да. Он не может сказать по-другому, да, но, тем не менее, ОМТ ему запустить еще не дали полноценно. Вот, а насчет Китая, то тут, как бы, данные, да, вроде как хорошие, но все же там, насколько я помню, там все же движение, ну, в части притока инвестиций, как бы, не совсем очень, ну, некрасиво, да, то есть, по-моему, там даже отток присутствует. Да, ну... Вот, и Китай тут, в чем суть? То есть, осенью у него банк Китая вроде как говорил о том, что он теперь видит источником инфляции, скажем так, не свою жесткую или мягкую политику внутри страны, да, а именно поток инвестиций в страну, да, и, соответственно, чтобы защититься от инфляции, ему нужно контролировать потоки инвестиций в страну. Вот, а, соответственно, внутреннюю политику монетарную, да, она, она как бы не влияет напрямую на инфляцию внутри Китая, то есть, вот, и, то есть, до этого Китай, он пытался как-то ужесточать свою политику. Теперь, что будут они делать, не совсем понятно, то есть, если они будут контролировать движение капиталов, трансграничные, да, и, соответственно, возможно, чуть-чуть более мягко вести по отношению к внутренней монетарной политике для того, чтобы раскочегарить спрос там, да, и инвестиции, то тут большой вопрос. Они, конечно, могут еще какое-то время там стимулировать свой рост, да, вот за счет там внутреннего, но, тем не менее, в Китае там был достаточно активный период кредитования роста, да, и какую-то коррекцию, возможно, они все же испытают. И наряду вот с этими, то, что движение капиталов, вот, статистика тоже плохая пошла, возможно, это как раз и началось, вот этот контроль, который они начали осуществлять. Ну, то есть, другим словами, все-таки, вот, у нас есть позиция такая, что Китай, да, как экономика, имеющая, ну, видимо, да, огромный потенциал, она сможет весь мир вытащить из этой самой ямы. Ну, вряд ли, да, я так скажу. К сожалению, нет. Нет, вряд ли. Дисбалансы, которые были у Китая, это, в принципе, экономика Японии 60-х, 70-х годов, у них есть одно конкурентное преимущество, которое они теряют каждый год. Это стоимость рабочей силы. Как только у азиатских стран-конкурентов появится инфраструктура, перевозка, перевалка, дороги, все, про Китай можно будет постепенно забывать, поэтому они сейчас делают все возможное для того, чтобы стимулировать рост, для того, чтобы хоть как-то поднять внутренний спрос и попытаться уже, если на глобальном спросе, там, забросаем весь мир китайским. Да, мы попробуем простимулировать внутренний спрос. Ну, вот, это так, это если глобально. В этом году я ожидаю по Китаю данные, ну, умеренно оптимистичные, все будут, конечно, искать триггеры. Узначенный рост вряд ли мы уже. Да нет, 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 нет. Ну, рост потребления может быть, но производство, я думаю, в Китае будет все же уже стагнировать немного. То есть, да, спрос возможно, но в части производства Китай, я думаю, уже не локомотив. Понятно. Кстати, Леша вот заговорил о том, что, действительно, один из главных аргументов, да, китайского бума, это рабочая сила, да, все, практически, промышленные, крупнейшие промышленные предприятия в Китае уже обнаружились. А если будет альтернатива, да, рядышком, там, в Азии, там, огромное количество возможностей для того, чтобы, значит, сократить, да, затраты на производство, вот, ну, в какой перспективе ты видишь вот эту альтернативу? Три-пять лет, это сейчас перспектива есть, она началась не так, ну, скажем так, не очень-то и давно. В 2010 году Китай, у Китая уже была рабочая сила дороже, чем, если мне память не изменяет, во Вьетнаме. В 2011 году туда еще можно было прибавить в некоторых отраслях Бангладеш, еще можно было прибавить, слушайте, вот сейчас что-то с географией не сомнение хорошо, да. Но, по-моему, насколько я помню, из последнего отчета статистического, Китай сейчас в азиатском регионе по стоимости рабочей силы занимает шестое место. Вся проблема в емкости экономики, в инфраструктуре. В инфраструктуре, да, но то, что они уже успели за это время, собственно, поднять. Осталось только, да, какое-то время пройти, когда во Вьетнаме будет примерно то же самое, и тогда? Это еще лет 10-20, они китайский путь должны пройти сначала, полноценно. Но у Китая, вот, как бы, другой момент. Китай сейчас, ну, помните, наверное, фильм такой, Pearl Harbor был, да, там был такой аналитик, который... Это последний фильм, вот этот голливудский, да? Да, голливудский фильм, там был такой аналитик, который, ну, нападут ли японцы на Pearl Harbor, или там они нападут где-нибудь на Филиппинах, да. Соответственно, командование считало то, что, ну, это же азиаты, условно говоря, да, там, третья страна, ну, третьесортные, как бы, страны, они не могут стратегически думать. Соответственно, наверное, подут на Филиппинах просто так, как бы, лишь бы ударить. А тот, он как раз им доказывал то, что азиаты думают, как бы, глобально, да, и они, соответственно, будут, если делать, то, как бы, наверняка, да, и остается бить по Pearl Harbor. Вот, Китай, вот, думаю, то же самое, он, на самом деле, в части своей политики, как затаившаяся сила, по большому счету, да, вот, то, что сейчас происходит на финансовых рынках, Китай обладает огромными ресурсами финансовыми, но он не пытается как-то влезть в эту драку. Но не исключено, что в, там, обозримом будущем, там, в перспективе пятидесяти лет, да, он, да, он сделает свою заявку, и, действительно, он, как бы, накопит еще больше силы, и он начнет уже активно играть, да, то есть, сегодня мы смотрим на Соединенные Штаты, на, там, агентство Bloomberg, да, на американские рейтинговые агентства, да, возможно, через 10 лет будет Китай напрямую конкурировать, в данном случае пытаться США. И к этому, допустим, ведет то, что юань, скорее всего, готовит, они, скорее всего, готовят к тому, что будет сделать альтернативу доллару большую, да, не зря, там, США, и, то, Китай сейчас выкупает золото, там, в огромных объемах, ну, и в последнее время стал золотодобытчиков покупать, то есть, покупка золота в моменте, это одно, а когда ты покупаешь производителя, это, значит, ты рассчитываешь. Ну, то есть, мне понравилось сравнение вот с этим, с Перхарман, то есть, Китай не просто, да, решает какие-то свои внутренние, да, и тактические, да, он смотрит стратегически на весь мир. И он, соответственно, пока, он может вмешаться сейчас, да, но он, скорее всего, что-то ждет, и потом он все же влезет в эту драку и чем-то закончится. Я вот думаю, что, скорее всего, у меня такие подозрения, что Китай готовится к выходу юаня, там, к привязке к золотому стандарту, учитывая, как они, ну, то есть, лет через 5-6 Китай объявляет юань мировой валютой и говорит, что юань привязан к золоту. И при этом у него есть основания для этого, потому что у него в подвале этого золота мама не горит. Да, у него будет огромное количество золота, да, это будет очень сильная заявка, да, и он... Причем физического, что важно. Да, да, и он станет очень серьезным участником, и поэтому, возможно, вот текущее молчание Китая, там, достаточно такую... Вяло текущее. Да, он... Я просто решил перенести на Россию, если мы смотрим на Китай, это мы смотрим на металлургов, это на добытчика смотрим. После Нового года Северсталь, Новолипецкий комбинат, все в космос ушли. Кроме этого, посмотрите, Китай зашел в Уралкаль на 10% капитал, выпустили специальные банды, и сейчас Китай получает скидку 10% от рыночной цене удобрений. Поэтому, безусловно, на Китай будут смотреть все, и в том числе поведение наших металлургов будет не только зависеть от цен на товарных рынках, но и, конечно, от статистики от Китая, о их перспективах, о их отчетах. Поэтому сейчас на Китай смотрят все, и плюс вот как раз наши котировки, наших металлургов и добытчиков. В таком случае опять вопрос-то у меня какой, вот есть ли надежда на то, что Китай всех вытащит, если все на него смотрят? К сожалению, нет. Глобальная экономика очень сильно связана, очень сильно. Я понял. Ладно, значит, мы сейчас вновь с вами прервемся, потому что новости на Финам.ФМ, мы их слушаем, а потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев, в гостях Михаил Федоров, аналитик Вектор Секьюритис, и Алексей Рыбаков, управляющий активно-эминиционной компанией Трейд Портал. Извини, пожалуйста. Значит, вот, собственно, заговорили, заговорили, заговорили мы, и достаточно интересно. Сейчас я слушаю мнение моих гостей по поводу Китая, по поводу будущего Китая, и в связи с этим по поводу будущей мировой экономики. Все достаточно так забавно, да, закругляется. Ну давайте продолжим, Леша, тебя прервали мы. Ну и плюс, кроме этого, Китай, в этом году, кроме выборов в Германии, особо таких вот сейчас глобальных политических интриг нет никаких. Что касается политики, центральных банков здесь тоже не дали ясно понять. Спасаем всех и вся, поэтому сейчас, конечно, все будут смотреть на статистику, на китайскую, на еврозону и на США. И если как раз переносить это все на российский рынок, то сейчас, ну, я свою позицию не меняю еще с сентября, только стараться использовать какие-то нейтральные позиции к рынку, только либо арбитраж, либо стараться играть вот на так называемых спредах. То есть как раз для того, чтобы не стоять в одну сторону и пытаться это все хеджировать через товарные рынки, потому что глобальная корреляция активов достаточно большая. И чтобы не стоять в одну сторону, безусловно, вот слушателям, ну, по крайней мере, мой совет такой, стараться быть в этом году очень осторожным и лучше там деньги положить на депозит или в облигации, если вы там не понимаете, какая игра происходит глобальная на рынках. Ну и плюс, конечно, пытаться искать самородки, которые я сюда периодически приношу. Ну это замечательно. Но скажу честно, к сожалению, самородков сегодня будет очень мало. Ну ничего страшного, тем не менее, главное, что они есть. Безусловно. Мы сейчас как раз через некоторое время начнем разговор о тех самых инвестиционных идеях. Вот Леша, видите, подготовился, в частности, сегодня. Я, тем не менее, отвлекусь, потому что в 18.32 открылись американские торговые площадки. И в моменте мы наблюдаем снижение основных фондов индексов Америки. Должен теряет 0,4% на открытии. S&P 500 теряет 0,2% на открытии. В общем, насколько негативна эта динамика, мы узнаем чуть позже. Но вот настроение на открытии пока что отрицательное. Хорошо. Давайте тогда, собственно, займемся, ну если не прогнозируем, то разговором о том, что мы можем с вами обнаружить интересного на российском рынке акций. То есть мы говорим об инвестиционных идеях. Ну, Леша, давай с тебя и начнем, поскольку у тебя есть в рукаве кролик. Да, пара джокеров. В прошлом году как раз во втором полугодии выстрелили Владимирский химический завод, Казань Роксинтез, ну сейчас он Роксинтез называется, и компания Дикси, которая говорила, сейчас идей становится все меньше. Ну вот так если посмотреть в этом году, мне очень нравится ВТБ. Я вижу в этой бумаге потенциал. Как ни странно, я вижу... Извини, давай про ВТБ. Вот с чем связано, что ты видишь в нем потенциал, учитывая, что ВТБ, Сбербанк, да, мы разговариваем о том, насколько один другому интересен. Сбербанк, по-моему, показал свою силу тут недавно. Ужок, ужок. Когда с 98 рублей до 101 он просто прошелся, не оставляя никого. Вот. Насчет ВТБ, здесь нужно понимать одну простую вещь, что сейчас у нас стали появляться звоночки, что ВТБ готовит продажу пакета в этом году, в первом полугодии. Поэтому, если конъюнктура будет хорошая, ВТБ будут делать все возможное, чтобы фишку попытаться... Поднять немножечко, да? Поднять немножечко. Ну, безусловно, это будет всем выгодно, потому что опыт прошлого СПО, когда по 10 якорным инвесторам продавали, сейчас же нужно будет также продать идею, что ВТБ хороший банк. И как раз нужно ее немножко потянуть, чтобы продать подороже. Ну и кроме этого, безусловно, ВТБ самая такая отставшая фишка. Кроме этого, она все-таки еще и голубая. Там есть хоть какая-то ликвидность и дивиденды. Поэтому, безусловно, ВТБ будут играть. И я думаю, что если мы возьмем так глобально на год, то ВТБ будет лучше рынка в этом году. То же самое и по Газпрому. Каких-то глобальных целей до 180 не вижу. 165 перед дивидендами будет, в принципе, неплохо. Я думаю, что в этом году Газпром заплатит еще раз хорошие дивиденды, потому что и с инвестиционной программой они вроде как... В этом году она будет на уровне 2012 года. Ну и плюс Газпром не зря же со 138 начали покупать. Покупали достаточно активно. Сейчас он уже 150. Вот. Поэтому вот как раз вот сейчас такие две идеи. Что касается второго эшелона, вот, к сожалению, вот особо поискать нечего. Ну вот единственное, мне вот более или менее еще нравится, это Дикси. Можно посмотреть ФосАгро именно из дивидендной доходности. Ну и АФК-система. Но магнит ты как смотришь? Слушайте, вы знаете, это та бумага. Вот, слава богу, помните, про транснефть я говорил. По 60 тысяч давайте попробуем пошортить. Слава богу. Мы не встали в короткую. Мы не встали в короткую, потому что это та бумага, мне кажется, которая будет расти даже больше, чем Apple. Это уже неприлично. Это уже даже... Просто растет и растет и растет. Смотрите, нам показывают график Apple и говорят, вот как должна торговаться бумага. Посмотрите на график магнита. На самом деле, кто бы что ни говорил, Сергей Галецкий просто гениальный бизнесмен. И все показатели магнита говорят о том, что компания, она оправдывает ее стоимость. Безусловно, с точки зрения финансовых коэффициентов компания очень дорога. Но то, что ее покупают иностранные инвесторы, которые, приходя на наш рынок, покупают именно потребительский сектор и рост, это как раз видно. Икс Ритейл 5 групп, ее котировки акций, и компания Магнит. Поэтому, безусловно, говорить о том, что покупайте сейчас, ну это было бы, наверное, не совсем корректно. Не совсем корректно, да. Брать на хаях это... Да, совершенно верно. Но она, тем не менее, растет и растет. Безусловно. И сегодня, по-моему, она на 4% я уходил. Да, есть такое. Слава богу, ее шортить нельзя. Короткий... Да, короткий воздейств против рынка — это смерть. Это смерть и подобное. Ну вот пока так. Я понял. Коротко. Я понял. Миша, давай, давай. Выделил «Газпром», но не стал бы уделять ВТБ. ВТБ, потому что банк достаточно рисковый. Ну, как показывает история, да. И в 2009 году государство, когда, помните, выкупало у него акции, так тихо, мирно, спокойно, они размыли с 6, по-моему, до 9, там, по-моему, триллионов, что ли, бумаг. Вот. И, соответственно, в полтора раза размыли долю. Причиной было то, что ВТБ очень активно и быстро шел вперед. Ну, как бы, развитие вширь было очень сильное, да. Вот. Потом, вроде как, после этого, в 2010 году они сказали, что с этим делом они закончили, да, и будут более так поступательно идти. Но тут же нарвались на Банк Москвы. Поэтому я достаточно плохо отношусь к ВТБ. Ну, по крайней мере, скажем так, доверие к нему пошатнулось. Пока что я таких намеков на то, что банк сменит свою политику на более консервативную, я не вижу. Вот. И если я увижу там намеки на то, что руководство станет более осторожным и консервативным, да, тогда да, надо будет покупать. Я понял. Вот. Насчет «Газпрома». «Газпром» можно сыграть, потому что, ну, вот все эти разговоры про сланцевый газ, которые оказывают давление, да, на «Газпром», плюс там мысли о том, что в будущем «Газпром» потеряет монополию, да, они, конечно, будут в будущем. Мысли, слухи о том, да, слухи, разговоры. Да, соответственно, но в текущий момент цены ниже 150, да, они были достаточно привлекательны для покупки. Вот. Ну, я всегда любил ГМК. Я вообще считаю, ну, как бы компания очень хорошо сбалансирована и захиджена. Ну, скажем так, у них дефицит. Ну, 6 тысяч они сделали, все-таки мы говорили, не говорили в прошлом году. Скажу честно, за все то время, пока я нахожусь на российском фондовом рынке, я ни разу не играл в ГМК, потому что я никогда не понимал эту бумагу. Серьезно? Там, ну, посмотрите, все движения ГМК за последние там 4 года, они все были на корпоративных новостях. Да. К сожалению, они работают в ГМК Норникель, и поэтому я не могу. И не знаю, что происходит. И не знаю, что там работает. Но в ГМК все же стоит надеяться на то, что господин Дерибаско, ну, там, взял в свое время кредит в Сбербанке, по-моему, до 2013 года, с правой пролонгации, да. Вот. И дело идет к тому, что на маржин-колу он не сядет в итоге. Ну, то есть он сам этого не сделает, или ему Сбербанк не даст такой возможности? Ну, и Сбербанк, скорее всего, не даст ему такой возможности. Ну, скажем так, Потанин мог бы рассчитывать на что? На то, что в 2013-2014 году, грубо говоря, господин Дерибаско вынужден будет продать свой пакет, потому что нужно отдавать долги. Вот. Ну, это, похоже, не случится. Поэтому Потанину, скорее всего, нужно идти на уступки определенные. И, соответственно, ввиду этого, возможно, они стали сейчас вот эти новости приходить о том, что они как бы стали мириться. Вот. И в эту игру, соответственно, может сыграть, потому что ГМК, ну, если сравнить даже цены восьмого года, допустим, да, ГМК и Сбербанка, да, и сегодняшние цены, у ГМК достаточно большой потенциал. Ну, если сравнить со Сбером. А сам бизнес норильского никеля, ну, вот Дерибаско не зря пошел туда, потому что он, они добывают никель, они добывают медь и платиноиды. Вот. Причем, получается, как? Если будет все очень плохо, платиноиды, драгоценный металл, они как бы вытянут компанию. Если все будет хорошо, будет медь, никель хорошо продаваться. И причем у них очень хорошая рентабельность там подходящая, там 40-50 процентов. То есть компания не потонет почти в любом варианте. Вот. И как бы любую вот эту турбулентность можно просто пересидеть. Скажем так, если какие-то компании в случае чего могут утонуть навсегда, ну, просто обанкротиться, ГМК выживет почти в любых условиях. Вот. Поэтому я считаю, пока можно покупать. Ну, естественно, оглядываясь на двух главных акционеров. Я полностью соглашусь с Михаилом. Компания, безусловно, эффективная, безусловно, хорошая. Ее отчетность об этом говорит. Есть одно но. Для меня ГМК откроется тогда, когда я точно буду знать, что никаких возможных новостей с утра в ведомостях или в коммерсанте не будет. И вот когда по той информации, которая проходила, они заплатят дивиденды, заплатят там повышенные дивиденды, тогда эта бумага, вот для меня, по крайней мере, она будет интересна. Потому что это то же самое, как торговать транснефть. Она растет, эта бумага, потом постфактум выходит новость о том, что стоимость инвест-программы чуть ниже, и бумага еще дальше уходит. Поэтому вот Норнильский никель очень опасная бумага. И то движение, которое есть 400, 4700 до 6000, да. Его бы, конечно, шортить ни в коем случае нельзя, потому что бумага может вполне себе вырасти до 6500, даже с учетом того, что рынок может... Безусловно. Даже с учетом того, что индекс ММОБ может при этом снижаться. То же самое было в прошлом году с Уралкалем, с байбеком. Когда рынок падал, Уралкали 270 рос. Рынок начал расти, Уралкали вниз. И как раз вот в этом году то же самое. Уралкали хуже рынка. Рекомендовать его пока не могу, хотя он есть в портфеле. Даже несмотря на то, что китайцы, да, я говорил чуть выше, китайцы присоединились. Да, 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 безусловно. Пока вот сейчас там идет игра, Уралкали продают. Он и после ГЭПа был хуже. Это такой важный такой параметр, потому что ГЭП это делает маркетмейкер. Это такая. Вот. И в данном случае пока его рекомендовать не буду, я бы больше смотрел на ФосАгро. Ну и плюс сейчас очень интересно в этом 2014 году будут акции строительных компаний. ПИК, ЛСР и особенно ГАЛС Девелоп. Так. По поводу третьей компании. Приоткрой эту дверцу. Очень интересные будут акции строительных компаний. Ожидается строительный бул в 2014 году. А посмотрите, отчеты банковских по росту ипотечного кредитования год-году более 40%. Посмотрите на отчетность этих компаний. Выручка также растет на 30-40%. Ну и посмотрите на котировки акций этих компаний. Безусловно, в этом году будут играться, отыгрываться эти истории. Причем они будут отыгрываться быстро и резко. Вот сегодня, по-моему, ЛСР выстреливал процентов на 5. Перед Новым годом выстреливал ПИК. Вот что касается ГАЛС Девелоп. За этой бумагой стоят. За этой компанией будет, правильнее говорить, стоят. А ВТБ во время кризиса, она им досталась. Бумагу эту продают последние годы 3. Безусловно, перспектив там нет никаких глобально. С точки зрения интересного бизнеса. Но вот как раз в этом и фишка, что бумага, как и Мечелл. Вроде все время и технический дефолт по облигации. А она платит дивиденды? Платит. Отчетность плохая? Плохая. Отчетность плохая? Плохая. А компания-то растет. И причем, когда у нас был гэп после новогоднего Мечелл, был лучше рынка. Отчетность-то плохая, а Мечелл растет. Поэтому, если мы говорим спекулятивно, можно посмотреть и на консолидации, на какой-то глобальной консолидации, посмотреть, подобрать акции строительных компаний. Ну и плюс группа компаний ПИК, там Сулейман Керимов, а он, как известно в народе, один из самых эффективных бизнесменов с точки зрения инвестиций. Поэтому Сулейман Керимов, я думаю, сам себя не будет обижать. Он еще и с точки зрения всяких корпоративных торжеств очень эффективен, да, как мы читаем. Да и футбольный клуб, как видно, у него тоже ничего. Да-да-да, желтую прессу, это нормально. Это нормально. Миша, что-то хотел добавить? Да нет, ну, я просто как бы насчет строительных возразить не могу, потому что действительно было ипотечение привитывания, росло, да, в последние пару лет. Ну ладно, в общем, сейчас традиционно время послушать новости на Финам.ФМ, а потом мы продолжим это. Ну что ж, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Разговор об инфляционных идеях на российском рынке акции сейчас набирает обороты. Мои сегодняшние гости Михаил Федоров, Алексей Рыбаков, собственно, имеют массу по этому поводу предложений, собственного мнения и за эфиром мы, так сказать, обмолвились очередной темой. Давайте поговорим о рынке нефти, тем более, что есть интересные новости, по крайней мере у Леши вот есть, так сказать. Да, не так давно, в течение недели вышли, наконец-то данные о том, что трубопровод, крупнейший нефтеперевал, перевалочный, базе в Техасе от Кущинга, идут в порты. И глобальная идея, вот я смотрел отчеты инвестиционных домов американских, глобальная идея в том, что транспортировка в нефти, импорт в США будет снижаться. И глобальная игра там какая-то такая, долгожданный спред должен схлопнуться там в среднем с 18 долларов, до 6-7. Самый главный вопрос с точки зрения разума. Ну, по идее, бренд, убираем премию за риск, убираем то, что это не самая лучшая нефть, кроме этого убираем издержки, спред должен схлопнуться. То есть покупаем WTA и продаем бренд. Это с точки зрения разума, как должен нам он подсказать. Но мы на фондовом рынке. И поэтому глобальная игра, я не знаю, как идет, но то, что инвестиционная идея это есть на схлопывание спреда, безусловно, есть. Здесь нужно думать, здесь нужно смотреть и посмотреть на последнее поведение нефти в последние 5 дней. С утра растем, минус 1,5 закрываем. С утра опять пытаемся расти, закрываем. То есть именно бренд WTA стабилен. Поэтому я пока склоняюсь, если сейчас, если сейчас Америка будет и дальше наращивать свои мощности, то как раз бренд должен пойти вниз в глобальную перспективу, то есть это где-то год. А WTA либо должна остаться стабильной, либо пойти вверх. Но риски инвестиционной идеи достаточно большие. Если играете, то играете на часть портфеля, ну и играете безусловно там с оглядкой на какие-то там факторы, которые сейчас, ну даже я, например, не смогу как-то их спрогнозировать и другие люди. Потому что игра сейчас-то очень глобальная. И самое главное, это звоночек оптимистам, которые верят в такое хорошее светлое будущее, то что нефть будет всегда выше 150 долларов. О том, что все-таки... Ну я образно говорю. Ну просто я вспоминаю 2008 год, и когда говорили, что нефти больше не будет, она будет 200. Я говорю о том, что как раз США-то оно с каждым годом все больше и больше добывает и все меньше и меньше экспортирует. И еще нужно вспомнить Ирак. Они обещают через 10 лет 13 миллионов баррелей в день. Поэтому, с учетом того, что там есть... 10 лет все-таки... Безусловно, безусловно. Я говорю, нет, я именно к тому говорю, что глобальная игра будет сужаться, играться на том, что бренд уже не самая хорошая нефть. И то, что она по идее не должно стоять очень дорого. Но кроме этого нужно понимать, что за последние три года нефть в среднем выше 100 долларов за баррель, именно по марке бренд. За ней стоят очень большие налоговые сборы, за ней стоят рабочие силы. Поэтому глобально я бы ставил не на крах нефти и на апокалипсис, а именно попробовал бы сыграть на спредах. Ну вот такие вот сейчас идеи. Вот в этом году нужно анализировать именно WTI и бренд именно с точки зрения перспектив перевалки, издержек и спредов. Я понял. Я думаю, что... А сланцевой нефти нет смысла здесь упомянуть? Ну это, наверное, тоже перспективы не такие близкие. Это очень далекие перспективы. Скажу честно, не моя тема, очень сложная. Ну в Канаде вроде как много, возможно, американцы это будут тоже делать, да, вместе с канадцами, соответственно. Но это тоже требует время. Но вот, допустим, я по нефти большого обвала в ближайшее время не вижу, к примеру, да, поскольку все центробанки мира опять же сказали, что будем печатать. Вообще все товарные рынки должны быть достаточно сильные просто только на этом. По идее, нефть сейчас должна быть намного дешевле, потому что, ну, по большому счету, перепроизводство уже начинается потихонечку, да. И не будет вот этого печатного станка, нефть бы, наверное, сейчас уже была в районе 60 и было бы вполне нормально, да. Да, вот вся эта премия, это как раз нестабильность войны и печатный станок. Я не думаю, что нестабильность вот так в раз исчезнет в ближайшее время, да, и печатные станки остановят в ближайшее время тоже, этого не ожидая. На этом сырьевые товары будут достаточно дорогие. Но вот как раз что примечательно возможно, когда, скажем так, году там в семнадцатом, шестнадцатом мы достигнем дна в наших, в кризисе, да, в текущем, вот с этого момента, возможно, нефть начнет дешеветь. То есть, когда мир пойдет в восстановление, пойдет в восстановление, вот все вот эти дела, которые делают американцы, они всплывут, возможно, да, и, соответственно, нефть пойдет в реальность, в стоимостном выражении, она пойдет вниз. Возможно, доллар там будет, конечно, другой уже, да, и цены будут в долларах другие. Ну, это... Да, ну, в реальном выражении, нефть, возможно, будет, начнет падать именно вот после кризиса. Но пока кризис, тем более кризис, который сегодня, скажем так, идет в сторону того, что будут печатать, будут все, как бы, запускать, пытаться запустить инфляцию, да, и, скорее всего... Размывать все. Да, да, в итоге они ее дождутся, да, в этих условиях нефть пока не должна сильно упасть. И последнее добавлю на нефть, как производство, как производную от инфляции, от глобальной игры. Не забывать, что дешевая нефть, слишком дешевая, она не выгодна, в том числе и самим США. Очень много программ, которые развивают как раз сланцевую нефть, плюс различные другие источники, там очень большие косты. Поэтому сейчас глобально играть на такое понижение нефти никому не выгодно. И плюс к этому, посмотрите на волатильность, опять же, на товарных рынках. Никто не хочет нефть пускать выше 115, потому что тут же лак во времени месяц, инфляция растет. Поэтому сейчас, на этот год, я бы ставил на нефть диапазон 90-110. Вот такой вот глобальный диапазон. Это по бренду, опять же. Это по бренду, да. Ну, все-таки WTI. Ну, возможно, к 130 они могут в этом году как бы так. К 130 подойти. Если только Израиль и Ран. Вот прям, безусловно. Если Израиль и Ран, то там 130 вполне возможно. Вот так вот пока в этом году вижу именно такую стабильность в товарных рынках. Но, опять же, возможно, вот такие краткосрочные, как в прошлом мае, такие резкие скачки, движения вниз. Хорошо, вопрос есть, интересуются наши слушатели бумагами МТС. Что-то прокомментируете? У меня есть по МТС. Давай. Мне нет. МТС – потрясающая бумага, портфельный управляющий держит дивиденды. Есть определенные риски, что Евтушенков, покупая доли в различных других, соответственно, бизнесах, будет размывать дивидендную доходность, потому что все-таки МТС и Башнефть – это главные кубышки его. Что касается движения этой бумаги, это потрясающая бумага, которая три года торгуется в диапазонах. Глобальный кризис – 180-200, более или менее неплохо – 200-220, рынки растут – 220-240, оптимизм – 240-260. Увидите 260-260 бумагу, присматривайте шортам. А так играйте вот эти вот уровни 20, соответственно, рублей. Посмотрите глобально, вот разбейте последние два года, бумага просто потрясающе ходит. Я скажу честно, это одна, наверное, из моих самых любимых бумаг, хоть она не самая ликвидная, но она потрясающе ходит по технике. И если забыть историю с дивидендами и с АФК-системой, это гениальная бумага, на ней можно новичкам отрабатывать теханализ. Это отработка каналов. Да, работа в диапазоне, точно. Здорово, здорово, спасибо. Спасибо. Ну и времени не так много, все-таки традиционно не отойдем от этой темы. Давайте поговорим о перспективах российского рубля. Ну, опять учитывая, да, что в начале года и в конце прошлого он укрепляется, для этого, видимо, есть причины. Кстати, вот Леша начал о теханализе, и можно сказать, что закрепился рубль в диапазоне, не пробил он 30-20, и сегодня отскакивает. Текущая котировка 30-36, собственно, вот 30-50-32. Это, видимо, такой краткосрочный диапазон. Что нам ждать дальше, говоря о рубле, Миша? Ну, спекулятивно его могут, конечно, и вверх, и вниз погнать, но я все же вижу рубль достаточно стабильный, потому что наш ЦБ не пустился вместе со всеми центробанками мира. То есть он не заявлял, что он будет оголтел опечатать, он не заявлял о том, что будет смягчать политику. Даже особо не интервенит. Да, не интервенит, и плюс еще надо вспомнить, что 900 тонн у нас теперь золота в загашнике лежит, достаточно большие запасы. Ну, я говорил ранее о нефти, что она будет более-менее обвала никого, я такого не жду. Соответственно, рубль может и не будет сильно расти, но падать сильно тоже он не будет. Соответственно, ну, все же я в ближайшую перспективу смотрю на рубль хорошо. Вот я смотрю, скорее всего, на доллар плохо, да, потому что у нее риск того, что его могут вниз уронить теперь достаточно сильно причем, потому что это выгодно и самим Соединенных Штатам обесценить свой долг. путем... Ну, да, ну, если мы говорили, тем более, об ожиданиях, да, программ каких-то смягчений, которые будут, так сказать, размывать, собственно, валютных войны. Ну, на этом фоне рубль может достаточно хорошо выглядеть, скажем, наш фондовый рынок чувствует себя очень плохо, но российские облигации чувствуют себя очень хорошо. Да, да, и отсюда и рубль. А рубль, это, скорее всего, даже олицетворение не фондового рынка, да, а вот именно облигационного, да. Облигации чувствуют хорошо, и рубль чувствуется хорошо. И тенденция пока, как бы, и в этом году, возможно, продолжится. Возможно, что в какой-то момент, если по фискальному обрыву не будет договоренности, да, в моменте, может быть, скажем так, доллар взлетит по отношению к рублю, но это будет такое... Ну, это краткосрочная реакция, да? Краткосрочная реакция. Кстати, ты вот начал с того, что не исключено, что опять там те же мудисы могут понизить, да, рейтинг штатов, естественно, все отреагируют, а потом придут в себе. Я в этом году придерживаюсь, если просто... Мне проще валюту анализировать более глобально. Давай. Если мы ставим на оптимизм, если мы ставим на продолжение ралли именно в корпоративных бумагах, не в корпоративных бумагах, а в государственных и муниципальных, если мы ставим на то, что цена на нефть будет стабильной, центральный банк не будет присутствовать на рынке, хотя он уже стал... Наш центральный. Да, он уже стал выходить, и он по 150, по 180 миллионов покупает. Да, покупает. Поэтому 29,50 это нижняя граница на этот год, 32,80 это глобальный апокалипсис, все пропало. Это верхняя граница. Это верхняя. Фактор ослабления нужно понимать, что рынок ОФЗ перегрет. Если сейчас тенденция будет не то же самое с точки зрения инфляции, если мы январь-февраль выдержим, я думаю в марте, максимум в апреле центральный банк снизит ставочку. Вот. Ну и плюс само по себе сильный рубль так же не может. Подожди, центральный банк снизит ставочку, ты говоришь, а тем не менее у нас последняя информация о том, что даже уже январская инфляция... Да, я знаю, я знаю, я знаю, но я говорю, это март-апрель, поэтому нужно смотреть именно за февральской инфляцией, потому что если брать данные последние, то нужно понимать, что все-таки потребительский бум декабрьский и розничные продажи у нас были в декабре просто шикарные, год к году там порядка 15 процентов. Ну и плюс объемы кредитования, там зайдите в какие-нибудь МВидео, кстати, МВидео забыл, но как мог, а? Стареет. Видишь, вспомнил, рассказывал об одном, вспомнил другое. Вот, и поэтому факторы расслабления, плюс к этому я бы еще добавил, что безусловно сильный рубль сейчас не нужен ЦБ и не нужен России, об этом показывает ЦБ, который заходит уже по 30 рублей 30 копеек, уже заходит на валютный рынок, поэтому играем диапазон, очень осторожно, ну и плюс самое главное правило, не играть против центральных банков. Это да, это да. ФРС уже несколько раз показывала, что лучше не играть против банков, да, это больно всегда бывает. Чуть-чуть, возможно, добавлю, возможно, наш центробанк как бы видит риски ослабления доллара, да, и он пытается немножко отвязаться, то есть он будет пытаться сдерживать рост курса рубля, да, но в тех рамках, в которых сам доллар будет обесцениваться, то есть, скажем так, если доллар действительно сильно упадет, ЦБ все же позволит рублю. Ну, конечно, ну, то есть, для того чтобы не тонуть вместе с Америкой. Да, центробанк станет против тренда тогда, что тоже, наверное, да. И последнее можно добавить? Давай, две секунды буквально. У меня самое всегда умиляло, наш главный торговый партнер Еврозона, и по идее нам нужно привязывать всю торговую политику именно с точки зрения колебания курса евро, рубль, а не доллар, рубль. Ну, это так. Ну, это так. Так уже традиционно. Друзья, мое время закончилось. Спасибо за внимание, успехов на рынке, до свидания.